В прошлом году у меня вообще был ужасный день рождения. В общем, день рождения получился не очень интересным. Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами антрикот, который я обожаю. Это вот такие вот ребрышки. Ох, как же это вкусно пахнет. Компотик у нас здесь. Я запаслась еще и лавашем. Хотя обычно лаваш не кушаю, но так, на всякие пожарные. Настроение у меня, если честно, ужасное. Потому что вчера я заснула в 6, представляете, в 6. Прям тает. Видите, как он отцепился. Настолько вкусно. Вчера никак не могла уснуть. Очень плохо себя чувствую. Представляете, я заснула в 6. Я проснулась в 9. Я такая сонная. В принципе, я не хотела снимать это видео. Просто мама не знала, что я всю ночь не спала. Так старалась. Это все готовила. Она уже давно смотрит там всякие рецепты и так далее, как она мне вкусно приготовит антрекот. И попросила, чтобы в видео я сказала, что это она приготовила. Потому что она читает комментарии, когда там пишет, что вот, мама молодец и так далее. Она радуется, как ребенок. Блин, ребят, это очень вкусно. Почему я вчера ночью не спала? Иногда бывает такое, что ты хочешь спать, но не можешь никак уснуть. У меня была температура. Короче, плохое самочувствие. И сегодня у меня еще встреча с подругой. Очень хочу спать, но не могу отменить. Потому что один раз уже такое было. И так получилось, что у меня в этот день вышли другие дела. И второй раз уже говорить, что у меня не получается, мне неудобно, хотя я очень плохо себя чувствую. Подруга идет покупать себе телефон. Причем она хочет взять поддержанное. Я ее отговариваю, что зачем поддержанное. Лучше купить подешевле модельку, но за ту новую. Горячая, ужас, горячая. Я могу объяснить, почему я ее отговариваю взять какой-то Samsung. Очень часто были ситуации, когда я работала в крупном магазине техники. Люди покупают телефоны в кредит, а потом их продают подешевле. А потом не платят за кредит. Это целая такая, знаете, схема мошенническая. После того, как ты купил телефон, он перестает платить за кредит. И получается, что у тебя на руках телефон, который не работает. Ты обращаешься в магазин, там тебе объясняют, что телефон в кредите, за него не заплатили вовремя, поэтому он закрыт. Хочешь, чтобы телефон работал, закрой кредит. Поэтому я думаю, покупать бэушные телефоны, это всегда страх. За всю свою жизнь я ни разу не покупала телефон с рук. Я всегда боюсь. Я предпочитаю, например, взять какую-то модельку подешевле, но я уж точно буду знать о том, что проблем у меня не будет. Сейчас развелось очень много, знаете, таких инстаграмм, магазинов техники. Вот им тоже я не доверяю. Я не осуждаю тех, кто покупает, даже на подругу я особо налегать не стала. Знаете, это ее деньги, ее дело. Хочет править поддержанный, пожалуйста. Ну, я честно от себя говорю. В общем, сегодня будем смотреть. Сначала магазина, потом уже подержанная. Как вкусно! Как же это вкусно! У меня не было настроения, но, походу, сейчас настроение поднимется. Просто вкусняши. Мама приготовила в духовке. Встала очень рано, потому что у нее сегодня были дела. Кстати, почему я сегодня рано встала? Мне нужно было пойти в паспорт стол, потому что у меня мама не является гражданкой Азербайджана. Мне нужно было ее прописать. Она пересекла границу уже неделю и совсем забыла, про это. В общем, я думала, что нас опять ждут штрафы. Оказалось, что нет. Я не знаю, как это на русском называется, но у нас как это, как прописать. То есть, иностранный гражданин имеет право находиться на территории Азербайджанской республики 90 дней. Но нужно его прописать, как бы, да? Временная прописка, или как это называется. Для этого даже не нужна купча, просто паспорт. Я беру свой паспорт и прописываю маму. Такая система. Сегодня пошла в Ассанхедмят. Господи, что это было? В общем, сегодня пошла в Ассанхедмят. Как я люблю это место. Как хорошо они работают. Вот представляете, даже минуту я не ждала. Оперативненько. Быстенько. Решили мою проблему. Буквально я там провела 10 минут. Миграция там вообще хорошо работает. Как это вкусно. Обалденно просто. Остался последний. Еще хочу для вас снять борщ. Я подумала, никаких супов. Первого блюда у меня не было. Почему бы нет? Вот почему решила снять. Не знаю, наверное, уже сегодня не буду. Потому что на сегодня и так и много чего запланировала. Даже не знаю, успею ли я это все. Это морковка. Пожаю. Наверное, сегодняшнее видео получится каким-то нудным. Я заранее извиняюсь за это. Я болею. Вот. Я хочу кушать. А еще скоро у меня день рождения. Я думаю, как бы его отметить. У меня, друзья, настолько разные, что устраивать такой один общий день рождения для всех в моем смысле, в моем случае, мне кажется, бессмысленно. Два года назад я делала себе днюху, где было восемь девочек, все мои близкие подруги. И, если честно, день рождения получилось вообще неинтересным. могу объяснить. гости друг друга не знали. Гости между собой очень разные. Например, Шелли любит потанцевать. Там дискотека, не знаю, какой-то клубняк или что-то такое. Да, она любит. А там была еще одна девочка, которая вообще очень стеснительная. Ей просто было некомфортно, когда все танцевали, а она просто сидела. Я ее тоже уговарила, что пойдем с нами танцевать. Она говорила, нет, я стесняюсь. Потом, восемь девчонок и одна из них не знает русского языка. Я от начала мероприятия попросила всех говорить на азербайджанском языке, потому что она не знает русский язык. Как бы я ни просила, среди гостей были девочки, которые вот привыкли постоянно говорить на русском. И может быть, в начале вечера они говорили на азербайджанском, но потом уже потихоньку перешли на русский и все между собой разговаривали на русском и она как-то сидела одна. Элементарно, мы хотели попеть потом в караоке и одни песни кому-то нравились, другие вообще никому не нравились. В общем, день рождения получился не очень интересным и мне было как-то некомфортно, что мои гости кому-то весело, кому-то нет. Я хотела, чтобы все остались довольны этим днем. После этого я решила, что собирать всех подруг вместе не буду. Можно два раза, например, собраться. или вообще не отмечать. Пока не знаю даже. В прошлом году у меня вообще был ужасный день рождения. Это связано еще и с семейными моментами. То есть, получается, я на свой день рождения осталась абсолютно одна. родная дома. Ребрышки закончились, приступаем к овощам. Здесь у нас картошечка в соусе. Может, я как-то слишком запариваюсь по этому поводу. даже Фати мне сказал, что здесь такого. Ты устраиваешь день рождения не для того, чтобы развеселить всех, а устроить праздник для себя. Но на самом деле это не так. Я всегда беспокоюсь о том, что люди, которые пришли ко мне на праздник, они должны классно провести время. И не всегда это получается. Это немножко расстраивает. Капуста! Божественная! Просто нечто! Здесь еще такой соус вкусный. Мне уже вся помада нахватить. Еще, девчонки, пожалуйста, посоветуйте мне хорошую мальцевую помазу. стойкую. Чтобы снимать мук в банке, она чтобы не стиралась. Я пробовала без помады, просто с плеском для губ. Что-то все в комментариях написали, что так некрасиво. Что мне не подходит так. А эту помаду все одобрили. Все сказали, да, круто! Давай! Сегодняшнее видео будет не очень длинным. И скорее всего, наверное, не очень интересным получилось. Но я обещаю в следующий раз исправиться. Надеюсь, что вы тоже покушали вместе со мной. Если это было так, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в инфобоксе. Всем желаю приятного аппетита, удачного дня. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok